Худаяр Юсиф Заде И желая взбодрить своих однополчан, он спел песню «Вятаньяхшидар». Очень жаль, что мы больше не услышим его прекрасный голос. Худаяр навсегда останется в наших сердцах. Шихиды бессмертны, родина неделима, вечная слава героям. Дорогие соотечественники, сегодня Кальбаджарский район освобожден от оккупации. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ. Дорогие кальбаджарцы, поздравляю ваш родной край, освобожден от оккупации. Азербайджанский народ на протяжении многих лет с нетерпением ждал этого дня. Кальбаджарский район был оккупирован 2 апреля 1993 года. Невинные люди варварски были изгнаны с земли предков. Историческим памятникам природе Кальбаджара нанесен большой ущерб. Как передает канал 13, об этом заявил президент Азербайджана Илхам Алиев в обращении к народу. Оккупацией Кальбаджарского района была большой трагедией. Оккупацией каждого района была большой трагедией. После оккупации в мае 1992 года Шушинского и Лачинского районов оккупация и Кальбаджара создала географическую связь между Арменией и Нагорным Карабахом. Всем хорошо известно, что бывшая Нагорно-Карабахская автономная область не имела границы с республикой Армения. Армению от Нагорного Карабаха отделяли на Лачинский район, Лачинский коридор. Оккупация Лачинского-Шушинского, а вслед за ним Кальбаджарского района создала географическую связь между Арменией и Нагорным Карабахом на обширной территории и в этом заключалась цель врага. После оккупации Кальбаджара между Арменией и Нагорным Карабахом было налажено сообщение. Можно сказать, по многим дорогам и в первую очередь были отправлены оружие, техника, живая сила. В то же время это обеспечило большие преимущества и последующие захватнические политики Армении. добавил президент. В течение последних двух столетий, еще со времен Османской империи, Турция хотела иметь свои войска на территории Южного Кавказа. Но это было невозможно. Сейчас это стало возможно. Несомненно, фантастика, что турецкие военные будут на территории Азербайджана. Как передает канал 13, об этом заявил экс-посол США в Азербайджане, бывший американский соприседатель минской группы ОБСЕ Метю Брайза в интервью ДэйАз. Как считает Брайза, с присутствием турецких военных в регионе будет баланс. Огромный геостратегический баланс. Правда, Вашингтон и Париж обвиняют Турцию в том, что она вела себя агрессивно, способствовав так называемой агрессивности Азербайджана. Я не согласен с этим, но такие взгляды есть сейчас в Вашингтоне. Но это несправедливо, сказал Брайза. Американский дипломат также отметил, что подписанное 10 ноября заявление, которое фактически является признанием Армении о капитуляции, является самой большой победой в истории Азербайджана, как в дипломатическом, так и военном плане. Хотелось бы подчеркнуть, что за последние недели Азербайджан продемонстрировал всему миру эффективное использование новых военных технологий из Турции и Израиля, а также тактические навыки в плане ведения боевых операций в горах. Азербайджанская армия также использовала тактику американских военнослужащих в Афганистане. Весь этот опыт позволил Азербайджану грамотно и эффективно использовать беспилотные самолеты, силы, спецназа и артиллерию для нанесения точных ударов по противнику, подчеркнул Метю Брайза. Соглашения о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, достигнутые по итогам трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении, в настоящий момент соблюдаются. И американская сторона приветствует такое развитие событий. Как передает канал 13 со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов официальный представитель Минобороны США Джонатан Хоффман. «К счастью, я могу сказать, что сейчас есть мирное соглашение между Азербайджанами и Арменией, которое, судя по всему, соблюдается на данном этапе», – сказал он. В ближайшие дни закрытое акционерное общество «Азерголд» планирует начать добычу на месторождении Агьохуш в Дашкисанском районе Азербайджана. Об этом говорится в сообщении компании, передает канал 13. По ее данным, в будущем году предполагается приступить к разработке месторождения «Мерах». В 2022 году Тулалар, а также к реализации сульфидной фазы месторождения Човдар в Дашкисанском районе. Кроме того, оптимизация проекта по вводу в эксплуатацию одного из крупнейших в Европе полиметаллического месторождения «Филисчай» в Балакянском районе позволяет перенести начало работ на нем с 2027 года на 2025 год. На 2025 год запланирована разработка медных месторождений в городах Хархар и Джаирчай в Шанкишском и Гидабехском районах. А также в 2027 году предполагается приступить к добыче на полиметаллическом месторождении «Мазымчай» в Балаканском районе, отмечается в информации «Азерголд». График по очередному запуску проектов подготовлен на основе результатов предварительной оценки. При этом по итогам следующего года исследований и анализов не исключена возможность более раннего ввода в эксплуатацию некоторых месторождений. В сообщении «Азерголд» также отмечается, что в результате экспортных операций, осуществленных в течение последних трех лет, реализовано более 213 400 унций золота и 372 700 унций серебра, что привлекло в экономику страны более 527 300 000 монатов. «России следует поставить условием продолжения военно-технического сотрудничества с Арменией демонтаж памятника пособнику Гитлера, основателю армянского подразделения СС, осужденному Советским судом Гарагину Нже», заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Россия должна поставить условием продолжение военно-технического сотрудничества с Арменией демонтаж памятника нацистскому коллаборанту Гарагину Нже в Яроване», написал Коротченко в своем телеграм-канале, передает канал 13. Минобороны Турции поздравил Азербайджан в связи с освобождением Кельбаджарского района от оккупации. Как передает канал 13, текст поздравления опубликован на странице Министерства в Твиттер. «Героическая азербайджанская армия в рамках соглашения, достигнутого после большой победы в Карабахе, вслед за Агдамом вошла в Кельбаджар. Спустя 27 лет Кельбаджар воссоединился с истинным владельцем. «Наши славные звезда и полмесяц теперь будут развиваться в Кельбаджаре под звуки азана», отмечается в тексте. Министерство также поделилось фотографиями вступления азербайджанской армии в Кельбаджар. Согласно заявлению, подписанному 10 ноября президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, пемьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путином, оккупационная армянская армия должна была покинуть Кельбаджар 15 ноября. Армении было дано еще 10 дней дополнительно. Армянские оккупанты покинули Кельбаджарский район 25 ноября. Политическая договоренность о разблокировании транспортных связей, которая содержится в совместном заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября, может изменить всю экономическую ситуацию в регионе. Такое мнение высказал пемьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью ТАСС, передает канал 13. Это очень важный момент, сказал он, комментируя этот пункт трехстороннего заявления. И я думаю, что в ближайшем будущем мы должны сконцентрироваться на этом, потому что, когда мы говорим об экономической стабилизации не только в Армении, но и во всем регионе, мы должны предпринять конкретные шаги, отметил Пашинян. Он также добавил, что политическая договоренность о разблокировании транспортных коммуникаций, конечно же, может стать отправной точкой для изменения не только экономической ситуации в регионе, но и всей логики экономического развития в нашем регионе. Пемьер Армении подчихнул, что рассчитывает на реализацию данного положения. «Я надеюсь, что те политические договоренности, которые зафиксированы в совместном заявлении, нам удастся воплотить в жизнь. В частности, я имею в виду разблокирование экономической инфраструктуры, железных дорог и так далее», – пояснил Пашинян. Субтитры создавал DimaTorzok